Приветствую, дорогие друзья! Занимайте, пожалуйста, места. Мы начинаем воскресное собрание Церкви «Источник надежды». Когда мы приходим в собрание, когда мы все вместе поклоняемся, размышляем над Словом, молимся все вместе, общаемся, наше сердце наполняется такой, знаете, благодатью, таким миром, уверенностью, уверенностью, что все будет хорошо. Я, например, переживаю такую силу во Христе, я чувствую, что у меня есть сила сопротивляться искушениям к своему плохому. И это происходит, потому что сам Господь наполняет наше сердце. То есть мы приходим в собрание, мы поклоняемся Богу, и Бог наполняет наше сердце. Это такой плод Духа Святого, результат работы Бога в нашем сердце. А потом начинаются будни, уходишь в собрание, и ты уже переключаешься на какие-то ежедневные хлопоты. Ты начинаешь заниматься семейными делами, есть работа, которую надо выполнять, ее много. И я замечаю, что в моей жизни, я не знаю, как у вас, возможно, это тоже откликнется, и в вашей жизни, как бы ты немного потеряешь вот эту радость, ощущение такой благодати, ты больше сосредоточиваешься на том, что тебя окружает, ты предполагаешь все усилия, чтобы решать вопросы, что, в принципе, хорошо и правильно, ты приходишь на работу и должен решать вопросы. Но через какое-то время твое сердце уже начинает так немножко, немножко чувствовать, так не хватает вот чего-то, да. Я вот заметил, что я особенно через какое-то время, когда так сосредоточиваюсь на работе, когда я устаю физически, я становлюсь легко уязвимым, приходят какие-то искушения, приходят какие-то мысли. И я, у меня, например, есть свои там слабости, у меня сразу начинают, у меня приходит сразу осуждение, мысли такие, вот я думаю, вот как там налоги большие, там кассовые аппараты, у меня это своя именно тема, я с ней борюсь, но у меня вот каждое свое есть. Вот, и я думаю, ну вот как бы было бы здорово, чтобы вот это состояние сердца, оно было не только по воскресеньям, да, а вот оно было каждый день. Как бы было бы замечательно, чтобы Бог наполнял, и ты ходишь такой вот радостный, и ты в совершенно другое состояние. Работать приятно, и людям приятно с тобой работать, да, когда ты излучаешь такую радость, такую благодать. И когда я начал об этом разрушать, Бог тут же дал мне стих, стихи из Евангелия от Иоанна, 15 глава, вы их всех знаете, это целая, ну, большая часть этой главы, Иисус Христос говорит о том, что мы должны пребывать в Нем, а Он должен пребывать в нас. Я буквально несколько стихов сейчас прочитаю. Четвертый, пятый. «Прибудьте во Мне, и Я в Вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть в лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». И вот этот стих вот тут прямо, вот это просто Бог прямо проговорил к моему сердцу, потому что на самом деле Иисус Христос прямо говорит, что «Прибудьте во Мне, и Я прибуду в вас, и тогда вы сможете принести много плода». И для того, чтобы это уже было совсем понятно, Иисус Христос привозит такую иллюстрацию, пример из сельского хозяйства. Лоза, мы всем знаем, на ней растут ветви, виноградная лоза, на ней ветви, и на ветви уже вырастает плод. И как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, Иисус Христос говорит, как ветвь не может приносить плода сама собою, правильно? Если она не на лозе, мы не ожидаем, что там вообще что-то вырастет, она засохнет. Поэтому Иисус Христос говорит, «Я есть лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во Мне, а Я в Нем, тот приносит много плода, и без Меня не можете делать ничего». Интересно, что если мы не пребываем в Иисусе Христе, а Он у нас пребывает, мы ничего не можем делать. Не просто немножко не можем делать, или можем делать чуть-чуть сами, но многое с Иисусом Христом, а вообще ничего. То есть, никакого духовного плода, никакого удовлетворения, мира никакого. Мы не можем любить людей, когда Иисус Христос не наполняет наше сердце. Мы не можем сопротивляться искушениям и греху, если благодати нет от Бога. Но когда мы пребываем в Нем, мы можем принести много плода. И там дальше Иисус Христос говорит, что в этом прославится Бог Отец. И я вот думаю, что вот в этом, это с одной стороны нам напоминание, что без Иисуса Христа мы вообще ничего не можем. Нам нужно каждый день полагаться на Него. Но с другой стороны, для меня это большое ободрение, потому что я понимаю, что пребывая в Иисусе Христе, когда я расту в познании Его, когда я расту в личных отношениях с Ним, тогда вот это вот состояние удовлетворения, состояние уверенности, состояние благодати и силы во Христе, оно будет всегда со мной. То есть мне, это не только воскресенье, когда нам действительно хорошо и радостно, но оно может быть всегда со мной. Я всегда могу приносить плод, который будет славить нашего Творца. И сейчас давайте помолимся, давайте попросим благословения на наше собрание. И будем искать Бога, будем искать поклонения через Слово и отношения с Ним. Дорогой Господь, мы всегда-всегда помним и всегда благодарны Тебе за Твою бесконечную любовь к нам, которая проявилась в том, что Ты нашел нас, Ты возлюбил нас, Ты принес такую величайшую жертву за нас, за наши грехи, Ты заплатил такую величайшую цену за нас, Ты пролил кровь Иисуса Христа для того, чтобы выкупить нас, для того, чтобы обмыть нас, очистить нас и вести свое царство, вести, усыновить нас, вести свое общение. Мы очень-очень благодарны за это и также мы благодарны Тебе за то, что когда мы пребываем в Тебе, когда мы пребываем, когда, дорогой Господь, Иисус Христос пребывает в нас, мы можем приносить много плода, и этот плод, он будет славить Тебя. И мы просим Тебя, дорогой Господь, благослови наше собрание, наполни наши сердца Твоей благодатью, Твоей милостью, Твоим миром, радостью. Мы просим, чтобы через то, что мы сейчас будем делать, поклоняться Тебе, размышлять над Твоим словом, молиться Тебя, просить Тебя за наши нужды, чтобы мы через это все росли в личных отношениях с Тобой, чтобы наши личные отношения с Тобой не укреплялись, чтобы мы укреплялись в Твоей святости, чтобы наш внутренний человек укреплялся в Иисусе Христе. Просите, благослови, благослови нас во имя Иисуса Христа. Мы просим об этом. Аминь.